Итак, поехали. Грещук, герой мемориала Петросяна, играет в мемориале... Слон F4. Это любимый ход Грачёва, по-моему, в гроссмейстерах. Нет, а тут сейчас уже не в стиле Грачёва. Это уже не... Нет, Слон F4 был второй ход. Нет, Борис там Е3 играет крепенько. А тут всё очень серьёзно. Белые собираются Е4 сыграть, да, и получится что-то такое индийское. Но, правда, Слон F4 немножко странное животное в этой структуре. Е4, да. Может вообще Ферзь Д2 сыграть? Такие играют, да. Такие играют Ферзь Д2. Слона на А6 отправить. Да, конечно. Конечно. Это единственный, по-моему, способ оправдать просто положение Слона на F4. Ну, Слон F4 мешает Петросяке пойти Е6, в принципе. Это одна из его главных идей. Ну, с другой стороны, не факт, что так уж чёрные этого хотят пока. Да, это не факт. Это система вот без... Это система полгибрид Бенони там... Сейчас, если чёрным дать сыграть 2-0, они просто B7, B5 могут врубить. И там начнётся тактика. Ском бьёт Е4, Ферзь А5 шах. Да. А Слон на F4, не знаю, такой ход несколько отсталков. Нет, Ферзь Д2, Слон А6 выглядит логично. По-моему, так играл, может быть, даже Микки Адамс. Чуть ли не в этой прямой... Другое дело, что на Ферзь Д2 можно А6 сыграть. Ну, это ослабление и потеря времени одновременно. А6, это нежелательный ход очень. А6 создаёт угрозу выемки чернопольного слона G5, и потом либо конь H5, либо конь G4. Да, но это не такая серьёзная угроза, во-первых. А во-вторых, можно пойти просто F3. Да, но Саша что-то стал очень солидным, серьёзным человеком. Раньше он минуту не отдавал вот так на пятом ходу. На пятом ходу, да. В блице. Я понимаю, серьёзная партия, он может задуматься там на 40 минут, но в блице отдавать минуту в такой ситуации, Саша, ну ты не прав. У меня воспоминания, как я играл с Анандом, как он продумал... Слон D3. ...час пятьдесят над пятым ходом чёрными, теоретически. Крикчайший, крепчайший. Слон D3, это мне не очень нравится, если честно. Ну, теперь Ферзь Д2, конь F3. Так, ну вот нет ли хода B5? Вот у меня такой вопрос из зала. Потому что B5, конь E4, там вот может... Нет, вроде бы нет, там ничего не провисает. Там белые возьмут и на B5 возьмут конём. Ну, это, во-первых, C4, конь E4 надо считаться сходом. А, вот так, да? Так что можно посчитать. Ну, по крайней мере, это хорошая редакция Волгского гамбита какая-то такая. Можно играть B5? А действительно, пешку надо просто зевнуть. Вот это хорошо, мне нравится. Ну, есть и другие ходы. Слон G4, конь D7, но B5 выглядит принципиально. B5 очень принципиально. Недаром Борис Абрамович задумался. Он большой мастер таких позиций и динамику чувствует грандиозно. И очень правильно отдаёт вот это дополнительное время. Нет, E6 тоже. Когда слон перекрыл, когда слон стал на D3, уже E6 возможный ход. Ну, здесь, правда, всё уравнивается, ничего особенного. Я думал, чёрные могли уже за перевес побороться. При случае, да. Ну, что, 2-0. Теперь конь C6 просто. Конь C6, D5, то есть такая простая, может быть, игра. Ну, да. То есть ничего белые не добиваются по дебюту. Слон G3 хоть не самый лучший, очевидно. Конечно, конечно. Но я думаю, что Саша понимал, что что-то не так. И собрался просто разыгрывать дебют здраво, развить все фигуры. Ферз D2, ладья D1. Я думаю, с ходом конь B4 надо считаться или нет? Ферр D2-то хочется играть. Ладья D1 сразу он играет. Хороший ход. Ну, теперь что, D5, возможно. Но там после разменов на D5 белый поставит пешку на C3, и слон G7 на B2 не съест. Ну, это не смертельно. Само примерно равное положение. Да, это, скажем так, не смертельно для чёрных. Взяли-взяли. Ферзём можно взять просто. Сланом тоже можно, да. Можно и ферзём. Вот C3-то надо сыграть. Как-то пешка на B2 всё-таки вызывает желание её и помочь. C3 сыграл на A. Кстати, ферзём, может быть, было и даже лучше взять. Ферзём на D5 именно. И на 3, ладья D8 пойти. Ну, всё равно, видимо, не отменяет равенство. Не, равенство, да, равенство. Конечно. Не, у чёрных-то перевеса нет, конечно. Но дело в том, что сейчас теперь Ферр B6, например, слон BG6 где-то провисает. Или вообще слон... В Ферр B6 можно пойти ладья D8. Хочется ладья D8 поставить в любом. Чтобы как-то под центр контролировать. В этом плане мне Ферзём больше нравилось взять. Я как раз... Но Саша пока думает, куда располагать Ферзя. Всё-таки... Я думаю, Гельфон. А, Гельфон. Ферр B6. Ну, слон BF3. Вот как к этому относиться? В серьёзно? Там всё-таки белые поля ослаблены у чёрных. Ну, интересных у слон BF3. Без белопольного слона там белый слон с D3 придёт через E4 куда-нибудь на D5 в итоге. Слон BF3 интересный ход, обоюдный такой, да. Он бьёт его, да. Но Борис очень принципиальный шахматист. И ладья Е8, наверное. То есть, всё-таки стиль не изменишь. Да, и ладья Е8. И ладья Е8. Я полагаю, что эта позиция уже с обоюдными шансами. Здесь слово равенство теряет немножко свой смысл. Потому что обострение сейчас будет. Да, обострю. Кстати, слон на G3 удачно компенсирует эту всю структуру. Якобы слабую. Мне кажется, у белых не хуже здесь. Всё должно быть хорошо. Я не думаю, что хуже. Но и у чёрных вроде немножко особо хорошо. Вот слон Е4 сейчас пойдём. И в 5 не страшно, и за слон на D5 шах. Вот, вперёд. Ну, ладья D8 пока просто очевидно. Ладья D8, ладья D1. Да. Самый важный пункт D5. Надо завладеть белыми. И чтобы слон на D5 был гигиемат. И дело в том, что ладья D8, ладья D1 теперь F5. И на слон на D5 нужно было побить. А он С4. Олень северный. Смотри. Зафиксировал ферзовый фланг. Может, белые B3 сейчас сыграют. Попробуют оспорить это превосходство северных оленей на ферзовом фланге. Ну, ладья D8 тоже выглядит и сейчас очевидным ходом таким достаточно. Не знаю. Ну, напряжение международное здесь конь D3. Это уже... Борис. Борис разъярился и решил наказать своего молодого друга соперника. Что-то он на них пишет. Нет, фланг D3, ладья D1 очевидно, конечно. Фланг D3, ладья D1. И потом на B2 повесили, да? Да, весили на B2, да. Поэтому ход хороший. У чёрных, пожалуй... Может, просто ладья E2 сыграть пока? У чёрных, пожалуй, получше всё-таки. Ладья E2? Ладья E2, да. Не знаю. Будем задавать вопросы этому коню на D3. Хотим его съесть просто. Много раз. Получится. Мне кажется, не устоит. Я уважаю эту лошадь, но она всё-таки живая, белковая. Ферс А6 можно пойти. Ферс А6 взяли на D3? Взяли пешку. А, ты на A2 хочешь съесть, да? Ну да. Какой коварный. А там мы B3 сыграем, да, наверное, на Ферс А6? Ну, это возможный ход, то есть Ферс А6. Не знаю. Вообще, конечно, у чёрных выбор. Вот он играет. Ферс А6 ехать. Ну, что... Я считаю, что B3 надо сыграть и напряжённость ещё больше увеличить, чтобы было весело, чтобы было интересно. B3 логично. Конь C5 может быть просто. Вот. И тогда слон на D5 выйдет в итоге. И белые начнут уже наказывать. Ну... Так, по времени примерно одинаково. Нет, он бьёт. Все-таки взял. Взял. Не устоял, Саша, от соблазна. Взял, взял. Так, и там что? На D7, видимо, потом вторжение будет. Но здесь динамика-то продолжается. Итак, взяли на A2. Вот я един шаг, король же 2 пока. Ну, это вроде не страшно. Не страшно, да. Поэтому взять на A2. Там ферзь D7, да. И там зависает на B7 и на E8. Вот тут чёрным ещё придётся немножко помучиться, мне так кажется. Слегка. Для достижения равновесия. Да, у чёрных всё-таки... Без пешки. Без пешки. Нет, ну началась магия Грещука. Когда Грещук стал восьмисотником, теперь это к нему отношение иное. Теперь каждый его ход кажется волшебным, и всё у него должно остаться. Он всё видит. Когда он был простым, обычным работящим семисотником, к нему относились несколько иначе. Да, Гельфан, пожалуй, зря форсировал эти события ходом конь D3. Ну, C4 конь D3 немножко как-то зазнался, Борис Абрамович. Была хорошая позиция. Тебе придётся помучиться. А сейчас, очевидно, хуже всё-таки у чёрных. Так. Ферзь D7, Ферзь E6, Ферзь бьёт B7. Ферзь бьёт B7, но надо съесть всё-таки. Ну, на E6 тоже хочется, но на B7 как-то выглядит поаппетитнее вроде. Да, да. Ну, чёрным может на королевском фланге где-то H5 пытаться пешку на H4 внедрить. Ну, не так-то просто. Там на A7 ещё белый могут. Хотя, ты знаешь, может быть, там Ферзь E2 в свою очередь залезет. Нет, там на F3, кстати, защищено. На F3 защищено, конечно. Удивительно гармонично всё срастается, да? Ну, словно же 3 действительно цементирует королевский фланг здесь. Не, ну, E6 всё-таки взял. Так, ну, вот это совсем нетривиально. Ну. Дело в том, что... И теперь... Так. И нет хода... Нет, почему ладья B6 нет хода? Я вот не понимаю. Граждал где-то D8 шаг, очевидно. И слон F8, и что? Слон-то на D6 не идёт? Ничего не понимаю, что сделал Грячук. Почему пешку-то не взять? Ой-ой-ой-ой. Вот я B6 как-то выглядело сомнительно. Почему сомнительно? Не знаю даже. Трудно сказать. Ну, не знаю. Так, ну, здесь простое взятие на B6, и король пошёл через F1 вперёд. По-моему, абсолютно выигранная Эншпиль. С виду, да. Слону в Эншпиль совершенно безнадёжно. Близко к победе очень. Ну, что происходит на доске, сейчас уже, конечно, сказать довольно сложно. Да, ладья А7, ой. А, ну это попытка темп выгадать. Ну, надо же. Если король H7, король от ферзи фланга отсылается. А если слон бьёт B8, всё-таки с темпом берём. Да, хитро сыграл Грячук, конечно. Ну, это вот восьмисотник, да. Потому что семисотник берёт на B6 и холодно выигрывает партию. А здесь… Король F1 всё-таки мы ждём хода, да? Конечно, конечно. И слон B6 на А4. Ну, элементарные победы, что он говорит. Да просто можно королём на B5 прибежать. Сейчас-то, да. Так, минуточку. А он же не успел, да? Почему? Король C4. Король C4, король C6 всё-таки есть. Ну, там… Ну, слон будет. Ну, есть ещё пара технических моментов. Не, позиция выиграна, безусловно. Но, да, надо точность. Время вроде позволяет Грячуку. Но, в принципе, для чего нужна эта проходная на ферзовом фланге? Для того, чтобы отвлечь чёрного короля и в итоге королём прорваться к пешке F7. Да, вот это надо потихонечку. Надо потихонечку. Теперь слон на D8 должен перейти, да? Ну, например, да, слон E5. Ся слон E5, слон E7 не пускаем, да? Нет, кстати, Борис-то ещё поборется. Поборется, Борис Абрамович. Технические проблемы присутствуют. Видимо, где-то попроще надо было. Не знаю, что-то как-то перемудрил здесь Саша. Но всё равно позиции остаются, видимо, выигранные. Пешка на B5 идёт автоматом. Короля чёрных оттесняем. Наш король идёт на D5. А4 поэтому Гельфанты играют. Вот это да. Вот это да. Теперь B5 слон D4 или B5? Слон D4 сначала, да. Ну, B5 сыграли, наверное. Да, но главное, не зевнув эту пешку. B5. Ну, теперь надо уступить место пешке C4. Вот так пешка на C4 пошла. Но это совсем элементарный выигрыш. То есть Борис использовал, как будто ему кажется, последний шанс. На самом деле, значительно... 5 секунд у Грищика, кстати. ...значительно облегчил задачу. А у Гельфанда 7. Ну, всё. То есть у них остались... Всё, сдался Гельфанд. Ну, всё. Ну, всё.